Всем привет! Сегодня я вам покажу топ 10 самых полезных проверенных вещей для похода, выживания и кемпинга с Алиэкспресс. И это топ, проверенный временем и разными походными ситуациями с большими и малыми группами людей. Ссылку на видео человека, составившим этот топ, я оставил в описании, как и ссылки на сегодняшние товары. Переходите и смотрите. И для тех, кто досмотрит видео от начала до конца, будет интересный конкурс. Так что смотрите внимательно. Приятного просмотра! И начну я с прибора для вынимания клещей. Весьма полезная штука в любых походах. Предназначено устройство для легкого и удобного извлечения клещей. Помогает предотвратить передачу опасных заболеваний. Удаляет голову клеща, чем снижает вероятность заряжения. Благодаря специальному захвату. Не выщипывает шерсть на животных и не защемляет кожу. Работает все очень просто. Раскройте петлю нажатием на задвижку и накиньте ее на клеща, как можно ближе к коже. Отпустите задвижку и расположите устройство перпендикулярно поверхности. Прижмите наконечник к коже и поверните устройство вокруг своей оси один раз. Удалите клеща и продезинфицируйте место укуса. Прибор для высасывания яда подходит не только для высасывания яда змей, что случается не очень часто, а еще и для высасывания яда пчел, от которых погибают значительно больше народу, чем от яда змей. Главная составляющая этого набора – это небольшой многоразовый вакуумный насос в виде шприца, создающий давление в 750 милибар. Вакуумный насос используется непосредственно для удаления яда. Если укус пришелся в часть тела, где волосы мешают обеспечить максимальный уровень всасывания, используется безопасная бритва. Спиртовые салфетки нужны для предварительной обработки района укуса и очистки насадок, а болеутоляющие салфетки, которые содержат в своем составе ледокаин, для обработки ранок после применения насоса. Штука очень нужная и стоит копейки, так что обязательно должна быть в вашей аптечке. Самая легкая, самая крутая титановая горелка BRS3000, которая весит всего 25 грамм. Одна из самых легких на сегодняшний день горелка из титанового сплава. Всего 25 грамм, при выдаваемой мощности 2,7 киловатта. Титановый сплав очень легкий, высокопрочный, выдерживает высокие температуры, коррозия стойкий, экологичный. Уникальность горелки не только в ее весе, но и в идеально настроенной высокой скорости пламени и равномерности нагрева. 1 литр воды закипает в среднем за 3 минуты, при условии отсутствия ветра или использования специальной ветрозащиты. Это самая легкая на сегодняшний день горелка из титанового сплава и точно пригодится вам в походе. Подходит она на резьбовые баллоны. Система готовки пищи FireMaple. Комбинированная система приготовления пищи включает горелку и котелок, которые интегрированы в одну систему. Это позволяет быстро, без тепловых потерь, закипятить воду или приготовить пищу. В комплект выходит крышка, которая помогает сохранить тепло. Все составляющие комплекта компактно складываются. Выигрыш во времени приготовления, а также расходе газа достигает 30% по сравнению с традиционными наборами по отдельности. Горелка, кастрюлька с крышкой и ветрозащита. Это преимущество особенно заметно в холодных и ветреных условиях. Система может быть использована как просто горелка для приготовления пищи в другой посуде. Например, в кастрюле с широким дном. Верхняя кружка откручивается. Подходит такая система в использовании в экстремальных условиях и у простых походок. Особенности. Пьезоподжиг. Все детали компактно складываются в собственную кружку-котелок. Огонь не задувается ветром. Рассчитана для использования под резьбовой баллон ЕПИ-газ. Минимальный расход газа. Система удобная и компактная. Система приводится в рабочее состояние одним движением руки, присоединив поворотом горелку к кружке. Съемный неопреновый чехол с ручкой позволяет держать горячую кружку без риска обжечься и более эффективно сохраняет температуру внутри кружки, на ветру и на холоде. Небольшой походный чайник из анодированного алюминия с теплообменником. Встроенный в дно чайника теплообменный элемент увеличивает эффективную площадь нагрева и предотвращает утечку тепла. В свою очередь это сокращает время закипания до 20% и помогает снизить расход топлива до разыгрева пищи. Время закипания жидкости сокращается на 20%, а расход горючего снижается. Чайник имеет малый вес. Окисление не происходит даже после продолжительного использования. На чайнике есть удобная, складывающаяся для большей компактности ручка с пластиковым элементом. Крышка чайника тоже имеет пластиковую ручку для большего удобства. Материал легко мыть, он износоустойчив и жароустойчив. Для переноски и хранения предусмотрен чехол и сеточки. Посылки будут два чайника, они отличаются только объемом, один на 0,9 литра, другой на 1,5. Очень удобная туристическая посуда из анодированного алюминия. Хорошее питание это важнейший элемент для здоровой и счастливой жизни. Качественные горелки, посуда и прочие атрибуты для приготовления пищи в походных условиях позволят вам готовить вкусную еду даже в сложных походах. Такая посуда очень легкая и прочная, благодаря чему прослужит вам очень долго. Поверхностный слой анодирован, что придает изделию огнестойкость и износостойкость. Состоит из одной большой и одной маленькой кастрюльки. Маленькая кастрюля может быть использована в качестве крышки. Комплект обеспечивает безопасную транспортировку газовых баллонов и маленькой горелки, которые можно поместить в середину набора. Стильный, практичный, полезный термос Xiaomi. Надолго сохранит температуру ваших напитков, позволяя согреться зимой и освежиться летом. Высокотехнологичный корпус, изготовленный из нержавеющей стали и покрытый прочной эмалью, хорошо изолирует внутрешнюю колбу от потери тепла. Вода остается горячей или холодной даже через 24 часа. Внутренние стенки термоса выполнены из антибактериального материала. Вакуумная система уплотнения клапана защищает от протечек жидкости, а крышка термоса может использоваться как чаша. Между слоями образуется вакуум, который способствует поддержке температуры жидкости внутри термоса. Кроме того, применение сплава в нержавеющей стали обеспечивает его прочность, стойкость к коррозии, агрессивным средам и температурным воздействиям. Титановая вилка-ложка. Самый главный ее плюс – это ее цена. Она недорогая. Такой прибор – это доступная и практичная вещь для любителей отдыха на природе и на рыбалке. Данное изделие представляет собой одновременно ложку и вилку, главные элементы которых расположены с разных сторон одного прибора. Ложка не занимает много места и мало весит, а благодаря титановому сплаву очень прочная. Можно брать с собой в тур поход или на пикник без страха сломать. Она легко и быстро моется. Легкие гамаши. Для защиты ваших кроссовок от попадания в них грязи, веток, камешков и песка. При этом хорошо пропускает воздух. Подойдут для рогейнов, трейлов, мультигонок, ориентирований и других видов спорта, включая походы. Вещь также недорогая, но весьма полезная. В описании я оставил ссылки на несколько видов гамаш и вы сможете выбрать себе те, которые вам понравятся. Удобная походная горелка под санговые баллоны. Предназначенная для любителей хорошо покушать на природе. Причем горелка позволит вам не просто подогреть консервы, а приготовить полноценную пищу. Один литр воды закипает за считанные минуты, а приготовление чая или кофе на природе будет очень быстрым. Теперь костер необходимо разводить лишь для красоты, а не для приготовления пищи. Очень маленькие размеры горелки позволят ее брать, как в поход, так и на рыбалку и охоту. Она больше, чем предыдущая горелка из списка, но эта горелка позволит приготовить еды на большую компанию, что очень большое преимущество. Вес ее 355 грамм и замечу, что подходит она на дешевые распространенные цанговые баллоны. А вот и конкурс. Приз 200 рублей на счет мобильного телефона или вебмани. Условия очень простые. Нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и написать, куда вы хотите пойти этим летом, в какие интересные места вы хотите попасть, ну или где отдохнуть. А также пишите, какие товары из этой подборки вам пригодятся в ваших путешествиях. Мне очень интересно. Всем спасибо, кто ставит лайки. Хорошего тебе вечера. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok